Информационная война. Информационная война. На радио Крым. Прошу его запомнить. Он несколько другой, чем из телевизионной студии. Плюс семь девятьсот семьдесят восемь четыре ноля двести шестьдесят четыре. Четыре ноля двести шестьдесят четыре. Это тот самый номер, который фигурировал у нас на протяжении полугода с марта по сентябрь. И мы с вами сегодня сделаем беглую такую оценку событий прошедшего дня и посмотрим в будущее с точки зрения там глобальной такой стратегии, с точки зрения того, что происходит на белом свете. Если вы помните, вчера Владимир Путин, президент Российской Федерации, выступил с посланием Федеральному собранию, в которой ежегодное послание. Это такой формат, когда оглашаются цели, картинка будущего на следующий год. Всегда это происходит в декабре. Президент выступил вчера и на самом деле это выступление кардинально отличается от всех предыдущих. Ну, помимо того, что там была дана оценка борьбы с терроризмом, там было объяснено, почему Россия выступила по приглашению сирийского руководства легитимного правительства Сирийской Арабской Республики и почему военно-космические силы достаточно эффективно помогают наземной операции сирийской армии. Там была дана оценка вообще международной ситуации, сложившейся и после террористического акта над Синаем, когда был сбит, ну или разрушен в результате террористического акта гражданский самолет с 224 гражданина Российской Федерации погибли. И был сбит на границе с Турцией, не на территории, а в 4 километрах от границы с Турцией был сбит российский бомбардировщик Су-24. Вот эти все события, они безусловно определили содержание первой части послания и достаточно примечательно, что наш президент сказал, что помидорами они не отделаются. Речь шла о людях, которые приняли решение о сбитии нашего самолета. Самое главное, что было сказано, что войны с Турцией не будет. Этот вопрос, безусловно, очень занимает наших радиослушателей и телезрителей. Мне за сегодня только пять человек задали вопрос, будет ли война. Хочу сразу сказать, что и само послание, и его формат, и то, как президент его огласил, там же дело не только в содержании, там еще и дело в эмоциональной нагрузке, окраске. В общем-то, многие люди видели вживую. На Ютубе этот ролик есть, он там почти час без малого, 54, по-моему, минуты. Стоит всем посмотреть, кто имеет доступ к интернету. Самое главное, что Владимир Путин обозначил, что мы очень четко разделяем разницу между турецким народом, который есть достаточно дружественный нам народ, особенно за последние десятилетия, и правящий клика, который, в общем-то, наживается на торговле ворованной нефтью из территории Ирака и Сирии, которая, в общем-то, решила сыграть вот в такую вот игру. Из других важных таких тезисов, которые были озвучены, ну, большой был блок, конечно, внутриполитический и внутриэкономический. Россия крепнет, Россия сильное государство, и то, что буквально накануне послания президента федеральному собранию он лично присутствовал при запуске первой очереди тестовой энергомоста в Крым, это, на самом деле, тоже показатель того, что Российская Федерация самостоятельная, независимая, экономически достаточно ресурсообеспеченная государство, которое, ну, буквально в течение сколько, 9 дней прошло, да, после того, как началась энергоблокада, этот вопрос, в общем-то, в целом закрытый. Мы с вами это можем ощутить прямо на себе. Так вот, после экономического блока была сказана принципиально важная часть, когда президент открытым текстом заявил, что у нерадивых землевладельцев, крупных землевладельцев, которые не используют земли, сельскохозяйственное назначение, по назначению земли будут изыматься и продаваться на аукционах тем, кто готов и будет обрабатывать землю с точки зрения и программы импортозамещения, и с точки зрения вообще формирования внутреннего рынка, который в новых условиях становится, собственно говоря, локомотивом развития нашей экономики. Если кто не очень понимает, о чем идет речь, то речь идет о том, что итоги приватизации 90-х годов, вот теперь открытым текстом озвучено, что итоги приватизации будут пересматриваться по эффективности использования основного ресурса, а это земли сельскохозяйственные. И вот это, я вам скажу, это не цацки-пецки, это достаточно серьезное заявление, которого мы с вами не слышали на протяжении 20 последних 25 лет. Это очень важно и очень принципиально. Многие украинские СМИ, вернемся к нашим соседям, от которых мы не так давно ушли, они сразу же после послания Федеральному Собранию вдруг обнаружили, что ни единым словом в этом послании президент не упомянул Украину. Если помните, и 2014 год, и половина 2015-го Украина не сходила с новостных лент, она была таким ньюсмейкером всегда, а это связано было и с конфликтом на Донбассе, и с экономической ситуацией на Украине, и с энергосистемой той же самой, которая на самом деле после подрыва ЛЭП, после подрыва этих опор, в результате которой получился блэкаут в Крыму, на самом деле сама энергосистема Украины потерпела колоссальный ущерб, и даже поговаривают, что некоторые атомные электростанции, ну, во всяком случае, южные, ближайшие к Черному морю, они были на грани аварийной остановки, потому что нагрузка резко пропала. Там же эти ЛЭП передавали электроэнергию, перетоки были не только на Крым, но они запитывают часть Запорожской, полностью Херсонскую, часть Николаевской областей. И вот на самом деле вот этот террористический акт, который был осуществлен военизированными бандформированиями, практически мы даже не различаем разницы между ИГИЛ, между другими террористическими организациями на Ближнем и Среднем Востоке, и террористическими организациями, сформировавшимися на территории Украины. И Украина сама на самом деле понесла достаточно значительный ущерб. И вот вся сеть, в общем-то, пестрит сообщениями, какие же идиоты Порошенко и Яценюк, они, наверное, все-таки агенты Кремля, если они буквально за 10 дней вырубают свет в Крыму для того, чтобы Путин его торжественно включил. Ну, и такие же сообщения, что Путин зажег, ну и так далее. Давайте поговорим об Украине с другой точки зрения. На самом деле, вот за сегодняшний день очень многие люди подходили с вопросами, ну, о войне там, о мире и так далее, и так далее. Многие люди говорят, да мы чувствуем, что что-то обязательно должно случиться. Ой, ну, мы типа вступаем в какие-то нехорошие времена. На это хочу сказать следующее. Ничего не предопределено. Чувствовать это дело такое, но вы знаете, что, например, те же сны с понедельника на вторник тоже не сбываются. Но по чувствам они могут быть и цветными, и очень яркими. Самое главное, держать хвост пистолетом, это уже такая у меня риторический оборот, который всем привычен, ничего не предопределено. И даже если что-то где-то случится, Крым это такая территория, которая, ну, кроме того, что непотопляемый авианосец, это еще и достаточно важный форпост. Все, что может случиться, может произойти на Украине, и вот в этом месте на самом деле основные риски и содержатся. То есть давайте посмотрим вот на карту. Представим себе все Черное море, Причерноморье, например, от Румынии, от Молдавии, от Приднестровья, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая области, Приазовье, Кубань и мы с вами, Крым. Вот эта вот зона, она, безусловно, конечно, мы, во-первых, находимся в непосредственной близости от Турции, с которой отношения обострены. А Турция, если по карте посмотреть дальше, она граничит с Сирией и с Ираком. И, по большому счету, вот эти коридоры нефтяные, через которые поступает нефть, ворованная из Ирака и Сирии, она перерабатывается на турецких заводах. И вот этот маршрут, вот если вектор взять и нарисовать на карте стрелочку из Сирии через Турцию, через Закавказье, или из Сирии через Турцию, через порты Турции, и в Одессу, в Крым и так далее, то, конечно, вырисовывается достаточно, ну, напрягающая близость к источнику, а это действительно источник, источнику терроризма, причем терроризма практикующего, не лежащего замороженного, а практикующего. И вот с этой точки зрения, вот действительно Путин прав, что лучше бить врага на дальних подступах и не дать ему вырасти до такого зверя, который уже придет к нам домой. Но есть сообщения в интернете, их очень много, о том, что нефть, которая перерабатывалась, или, ну, нефтепродукты и сама сырая нефть, она из портов Турции отправлялась не только на Запад и понижала нефтяные фьючерсы, цены на нефть. Мы с вами помним, что мы уже практически, ну, без малого год мы находимся в ситуации, при которой цены на нефть ниже ожидаемых. Это влияет и на валютные рынки, влияет на все другие, и вообще на экономический рост, или экономическую стабильность всего человечества. Но, кроме нефти, по этим маршрутам, которые заходят и в порт Одессу, где мы с вами помним, губернатором у нас сидит тоже достаточно известный террорист, это Мишико Саакашвили, тот человек, который, собственно говоря, нажал, дал команду градами бомбить Схинвал. И этот человек очень часто летает в последнее время в Турцию, он сделал ряд заявлений, связанных с тем, что он чуть ли не курирует некоторые провокации в Сирии. И вот с этой точки зрения, понимая, что не только нефть, но и игиловские боевики, и среди которых достаточно много выходцев из стран СНГ и России, они, в общем-то, вполне себе так кучкуются в Одесском порту и рассредотачиваются в Николаевской и Херсонской области. В принципе, источник опасности, о которой люди говорят или чувствуют, он, в общем-то, сосредоточен, скорее всего, в этом. И в данном случае стоит, наверное, обратиться к украинцам, к 30-миллионному оставшемуся населению, некогда 40-миллионной страны, от которой ушел Крым и фактически ушел Донбасс. Ну, как ушел? Я думаю, что Донбасс – это легитимная государственность, преемственность от бывшей Украины, которая может свою власть распространить на всю остальную Украину. Только для этого нужно сделать ни много ни мало, нужно поговорить с самими украинцами. То есть взять и спокойно разложить ситуацию, сложившуюся в конце 2013 года, в начале 2014 года, когда на эйфории того, что все хорошо, доллар по 8, все живы, все здоровы, никто не бомбит свои же города в своей стране, никто не рассказывает, кто правильный, кто неправильный, ну, кроме Майдана. В результате вот этой вот двухгодичной истории получилась ситуация, при которой гражданская война, экономика упала в ноль, золотой запас вывезен, все активы распродаются, люди не уверены в завтрашнем дне, общее обнищание, падение доходов, население недофинансировано, и так далее, и так далее, и так далее. И возникает вопрос, а этого ли хотели те люди, которые, например, играли за Майдан? Или этого ли хотели люди, которые сопротивлялись и понимали, о чем идет речь? Не будем забывать, что на сегодняшний день количество иммигрантов или украинцев, покинувших территорию, исчисляется даже не сотнями тысяч, это миллионы. Большая часть из них сосредоточена в России. Понимая медийную составляющую, которая на самом деле, знаете, есть такой термин, глобальная медийная постановка, когда на территории Украины создалось при помощи телевизора и разговоров там разных авторитетных людей, что Россия агрессор, Россия воюет против Украины на территории Украины, и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть люди заряженные, которые, например, вот мозги не включают, и это все воспринимают за чистую монету. И когда им начинаешь рассказывать на раз, два, три, они, ну, такое чувство, что тумблер выключается, и люди вообще теряются. Они не знают, что говорить, они либо впадают в истерику, либо уходят от разговора. Вот этих людей нужно, наверное, сепарировать и поговорить с теми, кто в истерику не впадает, и в ступор тоже. А по большому счету, основная проблема Украины является прежде всего в том, что население это 30-миллионное, это руки, ноги, голова, большого туловища вот этого человека под названием Украина, да, а голову Украине отбили. Это я имею в виду не в смысле обидеть людей, а в смысле того, что управленческое сословие, ну, есть рабочие, есть бюджетники, есть учителя. Это не их профессия, например, организовывать общество, управлять государством, а считать финансы, планировать что-то, заниматься пополнением там бюджета, вооруженными силами и так далее, и, собственно говоря, общим стратегическим планированием всего государства. Их задача, как рукам и ногам, делать свое дело на своем месте. А вот управленческий класс или управленческий корпус, который за прошедшие 25 лет, в общем-то, был обеспокоен достаточно простыми вещами. Это когда хозяева земли, эти все аллигаторы, которые контролировали энергетику, промышленность, банковскую сферу, когда они собирали с территории деньги, а потом этому управленческому корпусу в конвертах отдавали какую-то часть. И, в общем-то, люди были встроены в определенную систему распределения материальных ресурсов и хорошо себе жили. И в тот момент, когда аллигаторы вдруг посмотрели на Запад, взяли под козырек и просто в ноль свою капитализацию опустили все свои промышленные предприятия, за исключением отдельных, энергетический комплекс, за исключением отдельных активов, весь управленческий корпус, как по команде, повернулся в эту сторону и стал еще большим русофобом. То есть, воплотилась мечта глобалистов, которые еще 150 лет начали выращивать на территории Руси так называемых украинцев, такой новодел. Русские люди их переименовали в украинцев и начали из них выращивать антирусских. То есть, убей в себе москаля, а потом иди и убивай москалей. То есть, все враги у них называются москали, и это истории 150 лет. Вот примерно с того времени, когда Карл Брюлов вкупе с некоторыми интеллигентами выкупил из рабства Тараса Григорьевича Шевченко. И вот эта ситуация гуманитарная прежде всего, прежде всего та, которая характеризует, что у людей в голове. Вот эта ситуация, она на самом деле и есть основная причина, почему бандеровцы, почему вот эти олигархи сумели просто разрушить страну, разрушить государство, разделить ее, начать, во всяком случае, делить. И отсутствие управленческого корпуса, государственнического, который думает о том, что будет на этой территории через 10-15 лет, не только чтобы Запад думал, как очистить эту территорию от лишних украинцев и заселить его переселенцами из Америки, там из Европы, из Ближнего Востока, а чтобы сами украинцы подумали над тем стратегически, что будет на этой территории. Вот это вот основная проблема. Люди многие, это, понятное дело, на Украине достаточно террористические такие порядки, люди помалкивают, потому что в отдельных регионах даже, ну, те, кто не следит за языком или, ну, много лишнего говорят, их даже увозят в неизвестном направлении. А по большому счету люди-то задают вопрос. Но основная проблема, что ни учителя, ни врачи, ни даже таксисты, предприниматели, даже крупные предприниматели, в чем вот разница, в чем кидок? Крупный предприниматель, который имеет, например, механический завод или какое-нибудь такое производственное предприятие, либо торговое предприятие, либо торговую сеть, он, безусловно, управляет большим количеством людей, он управляет большим количеством активов, но управлять государством это задача на порядок сложнее, и люди к ней фактически не готовы. Люди рассуждают с точки зрения интереса, например, попилить бюджет, вписаться в какую-нибудь историю, заработать на этом, ну то есть чтобы баланс по итогам такой работы управления государством стал лучше, стал светлее с точки зрения прихода расхода и активов и пассивов, того, что кормит и то, что сосет. И вот с этой точки зрения управленцев на Украине, государственников осталось там раз-два и обчелся, ну то есть по пальцам рук, а это и есть системная проблема, то есть произошел перехват управления в государстве Украина иностранными ставленниками, которых накачали, научили специальными курсами, мы с вами помним о лагерях вот этих унаунсо бандеровцев, которые были в Житомирской области, на Западной Украине, в Эстонии, в Польше, выращивали вот этих боевых псов, которые в масках терроризируют, убивают, насилуют население Донбасса, которые ставят блокпосты вокруг украинских городов, это все выращенные боевые псы, которых вырастили достаточно много и даже уже современная украинская власть вынуждена их зачищать и вот уход Яроша, он связан не только с тем, что чеченские лидеры дали ему понять, что помалкивай, пока жив, а еще и с тем, что бандеровцев настоящих, их потихонечку начинают припрятывать для того, чтобы те, кто не спрятался, их будут зачищать, потому что такое количество боевых псов для самой любой власти на Украине избыточно. Любая власть для того, чтобы сохранить свою устойчивость, будет зачищать вот этих детей революции, которые ничего кроме убийств и грабежа не умеют, их огромное количество, их не прокормить, если думать хоть на сколько-нибудь вперед об устойчивости своего существования. Поэтому любая власть будет их зачищать, но зачищать их надо в меру, так они рассуждают, поэтому основных активистов, основных функционирования будут прятать, а те, кто не спрятался, не вписался, не попал под финансирование, будут ликвидировать, будут даже возбуждать уголовные дела по преступлениям в зоне АТО, будут всячески пытаться уменьшить вот это давление зверей на территорию Украины. И вот здесь, мне кажется, наступает основное время Че, когда украинцам стоит задуматься над тем, а как жить дальше. То есть, если американцам и другим западным странам, среди них огромную роль играет прежде всего Польша, имеющая территориальные претензии, Румыния, там безусловно есть Израиль, Германия, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, весь вот этот коллективный Запад. Если они осуществили перехват управления на территории Украины, то, соответственно, нужно думать над тем, как осуществить перехват управления в обратную сторону. Это не обязательно войсковая операция, это не обязательно обстрел жилых кварталов из градов, это прежде всего кадровая подготовка. То есть, для того, чтобы осуществить перехват управления, как это сделали, например, большевики в 1917 году, а если вы помните, в 1917 году большевики, вот их упрекают в том, что они пришли к власти, в стране началась гражданская война, голод, продовольственные карточки. На самом деле, ситуация в Российской империи того времени была такая, что это все уже было еще после февраля. То есть, Временное правительство тоже занималось продразверстками, тоже вводило, печатало продовольственные карточки. Единственная разница между Временным правительством и большевиками заключалась в том, что они были настолько отмороженные и уверенные в себе, ну, знаете, вот эта хуцпа или вот эта наглость или вот эта уверенность, давайте ввяжемся, а там будем разбираться. То есть, были бы они профессиональными управленцами, они бы власть эту и не взяли. Точно так же, как все либералы, возглавляемые Керенским, они-то порулить пытались, но брать на себя ответственность не пытались. Примерно такая же ситуация сейчас на Украине. Пришли большевики, и в отличие от либералов, которые тогда, война до победного конца, по заказу союзников Антанты, а это Великобритания и Франция, ситуация практически та же самая. Нужно сказать, что при Николае II промышленность процентов на 80 принадлежала англичанам и французам, немцам чуть-чуть. И вот, собственно говоря, вот этот удельный вес акционерного капитала, который принадлежал английской короне, он, собственно говоря, с Россией злую шутку и сыграл. Россия выступила в Первой мировой войне против Германии по указке английского акционерного капитала. И получается, что Временное правительство, которое сместило Николая вместе с членами царской семьи, ну, как бы для переформатирования власти, на самом деле с первого дня учреждения Временного правительства, а, кстати, там кабинетов было несколько за весь 17-й год, так вот это Временное правительство, оно каждый день кричало только об одном – война до победного конца. Дело в том, что на войне тогда заработки были такого порядка, то есть там даже не 300, не 400 процентов, если вспомнить Ленина о том, когда он говорил, что нет такого преступления, на которого не пойдет буржуазия, если норма прибыли составляет там 400-500 процентов. А тогда на оборонных заказах частные предприятия наваривали и тысячу процентов, и снаряды, ну, любая амуниция, все, что шло на фронт, либо на обеспечение тыла, оно стоило колоссальных денег, и члены комиссии Думы, они на этом очень хорошо зарабатывали, да, собственно говоря, они и были теми самыми промышленниками, которые контролировали эти предприятия. И, соответственно, они еще и работали на английскую разведку, которая через свое посольство знаменитое, собственно говоря, и управляла всеми этими процессами. И вот в этой ситуации появилась небольшая партия, когда задали вопрос, а есть ли такая партия, которая может взять власть в России того времени? Ленин на съезде депутатов сказал, да, есть такая партия. И вот сейчас, если взять и посмотреть на Украину, посмотреть на то, что именно памятники Ленина рушатся там или уже порушены, и ситуация, в принципе, практически копейка в копейку похожа на ситуацию 1917 года в Петербурге, ну, вообще в Российской империи, то встает вопрос, а кто способен на Украине с государственнических точек зрения, то есть спокойно, уравновешенно, лавируя между мировыми центрами силы, которые, безусловно, имеют колоссальное влияние на территорию Украины, но, тем не менее, сыграть так, чтобы Украина перестала быть тараном, в смысле антирусью, ударным таким элементом, который призван вместе с некоторыми другими странами по команде выступить в той или иной форме в войне против России. И вот эта стратегическая задача, она упирается, как мне кажется, в два основных момента. Это, прежде всего, информационная работа с населением Украины, которая, на самом деле, уже во многом подсознательно, даже несмотря на прокачку мозгов телевизором и общей двугодичной пропагандой, она понимает, что происходит, как происходит, только единственное, они хотят увидеть командира. Так вот, на территории Украины нужно, чтобы появилась группа командиров, которые смогут внятно-понятно объяснить, куда двигаться, внятно-понятно объяснить, что произошло, нарисовать программу будущего, и, таким образом, сыграть вот эту игру по перехвату управления на территории Украины, чтобы Украина, историческое название, на секундочку, Русь, с элементами Малороссия, Новороссия и Червоная Русь, чтобы эта страна перестала быть антирусью, вернулась в русский мир и восстановила свою промышленность, перестала вот эту, знаете, игру в сельскохозяйственную страну, вот в эти шапки брели, вот эти штаны, вот эти мазанные хаты, и вспомнила, что Украина – это колоссальный интеллектуальный промышленный центр, который производит космические корабли, который производит электронику, автомобильную технику, производит программное обеспечение, это высокоинтеллектуальный край, в котором живут русскоязычные люди. И вот возврат в русский мир всей вот этой массы русскоязычных людей, 30-миллионной, возврат из этой идеологии бандеровщины, фашизма, нацизма и разделения людей по национальному признаку – это и есть основная задача, которая упирается в работу с населением Украины, даже в условиях колпака информационного, когда они не видят русских каналов. Они, конечно, могут в интернете их смотреть, но не все себе такой труд позволяют. И, как ни крути, кроме населения нужно помогать выращивать управленческие кадры на Украине, которые сейчас, ну, как дефицит. Люди на Украине все криком кричат «покажите командира». Многие командиры эмигрировали в Россию, либо в другие страны, они что-то там говорят, но это все разрозненно, нет единого такого объединения, нет единой программы, и такое чувство, что стратегия не выработана. Либо стратегия есть, но ее не оглашают до поры и до времени, потому что не все карты еще сыграли у коллективного Запада. Но, опять же, чтобы предотвратить большое кровопролитие в Причерноморье, Крыма это не коснется, это я вам уж точно говорю, это как сны с четверга на пятницу, а не с понедельника на вторник, для этого нужно Украине помочь, для этого нужно начать массированную работу с населением Украины, для этого все управленцы, которые находятся вне территории Украины, должны побеспокоиться о создании СМИ украинских, которые будут пророссийские, которые будут государственнические, которые потихонечку начнут возвращать людей в нормальное интеллектуальное состояние. Без этих каналов СМИ, вот как на Ютьюбе Россия, Russia Today, вот нужны каналы, которые бы давали ежедневную картинку того, оценки, аналитические справки, обсуждение того, что происходит, и это все нужно делать массированно, и кроме того, конечно, нужно собирать лагеря по подготовке управленцев, которые должны после окончания государственного переворота прийти в каждое село, в город, в районный центр, в областной центр и составить тот управленческий костяк, который перехватит управление и начнет возвращать страну к мирной жизни из этой истерики, из этой вакханалии, в которую страна опустилась в 2014 году. Я буду заканчивать, сегодня пятница, сегодня у нас такой вынужденный выпуск, мы вышли только на радио, я думаю, к понедельнику у нас все будет в порядке, мы с вами встретимся в обычном режиме. Напомню, что сейчас мы выходим в 17.15, у нас точно так же 25-минутный тайм-слот, мы выходим в эфире канала Крым-24, он у нас работает со вторника, с 1 декабря, и точно так же мы ретранслируемся на радио Крым, и наши выпуски записываются на видео, и мы выходим, нас можно посмотреть в записи уже на сайте телерадиокомпании Крым. В эфире была «Информационная война», спасибо за внимание. «Информационная война» на радио Крым.